Господь, наш Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать, которой Ты являешься нам. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты всегда с нами. Мы благодарим Тебя за то, что никто не может быть против нас, если Ты за нас. И если Ты с нами, то никто не может отлучить нас от Тебя. Но мы молим Тебя, Господи, также о том, чтобы нам самим бодрствовать и трезвиться, чтобы нам самим быть внимательными, чтобы нам самим не забывать о том, кто мы и зачем мы живем на этом свете. Мы молим Тебя, Господи, за обучение, за экзамены, за экзамены нашей сестры, Господи, мы молим Тебя, чтобы она все сдала, чтобы вспомнила, что нужно вспомнить, чтобы не было каких-то личных неприязней, личного желания привязаться со стороны преподавателя, но чтобы все было правильно, все было хорошо и чтобы все было угодно Тебе. Господи, мы молим Тебя, благослови, пожалуйста, и занятия на сегодня наши, и благослови изучение Слова Твоего. Говори к нам сегодня и обращайся к нам. Молим Тебя великим именем Иисуса Христа. Аминь. Ну что же, перейдем к нашей работе на сегодня и перейдем к темам, которые нам сегодня предстоят. Доброе утро и сердечный привет, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем беседы по жизни и служению апостола Павла. Давайте немножко вспомним, давайте вспомним то, о чем мы говорили на прошлых встречах, на прошлых занятиях. Вот миссионерские путешествия, миссионерские походы апостола Павла и его послания. Мы помним, что в первом миссионерском походе или после первого миссионерского похода по одной из двух теорий апостол Павел написал одно послание. Это какое? Одно письмо. Это какое, пожалуйста? Послание или письмо к Галатам? На самом деле в письме о послании к Галатам есть несколько мыслей, но сейчас мы с вами о нем уже говорили. И я попрошу вас сформулировать по-вашему, на ваш взгляд, по вашему мнению, какова основная мысль послания к Галатам? Что главное в послании к Галатам? Либо то, о чем мы говорили, либо то, что вы для себя вынесли, если у вас немножко другая формулировка получилась, то давайте попробуем ее вспомнить. Пожалуйста. Ну нормально. Хорошо. Кто спасет положение? Спаситель положения. Есть у нас на сегодня? Нет? Давайте. Ну давайте. Павел открывает суть, что такое закон и сравнивает. Сравнивает с Божьей благодатью. И выясняется, что в частности... Спасибо. В частности выясняется, что закон и изначально не был предназначен для спасения. Закон был предназначен для других целей, для того, чтобы показать, в частности, наше положение, для того, чтобы показать, кто мы такие перед Богом, для того, чтобы привести нас ко Христу. Закон это педагог или детоводитель ко Христу. В послании к галатам также говорится о том, какие проблемы возникают, когда бывает ситуация Евангелия плюс, Евангелия плюс еще что-то. В частности, в ситуации с галатийскими церквями Евангелия плюс обрезание. Выясняется, что происходит подмена Евангелия. Это не просто другое подобное Евангелие, это совершенно иная весть, ничего общего с Евангелием не имеющая. Хорошо. Второй миссионерский поход апостола Павла. Давайте вспомним, какие города посетил апостол Павел во время своего второго миссионерского похода. Пожалуйста. Второй миссионерский поход. Какие это главы деяний? Да, с 16-го начинается и до 18-го. Мы сейчас как раз в этом походе и находимся. Какие там города? Первый большой город, о котором подробно говорится. Не, Афина уже не первый, а это уж четвертый. Филиппы. Да, филиппийская церковь, основание филиппийской церкви. Мы говорили в связи со служением в Филиппах, и мы употребляли одно слово. Мы сравнивали Павла и тюремного стража по показателю. Какому? По флоте. По свободе. Почему Павел свободен, в отличие от тюремного стража? И тюремный страж, в конце концов, все-таки это освобождение тоже получает. Но сначала он был не свободен. Так почему свободен Павел изначально? Потому что Павел свободен в Господе, а страж просто-напросто не знает Бога. Да, совершенно верно. Он страшный знает Бога, и для него вот этот вопрос, государь мой, что мне делать, чтобы спастись, это вопрос настоящего освобождения. В Филиппах освобожден не Павел. В Филиппах освобождение получили страж, тюремный, темничный страж, и весь его дом, вся его семья, все его домочадцы, которые покаялись и пришли к Господу. Дальше мы с вами переходим в следующий город. Это город какой? Фессалоника. Салоники или Фессалоника. И Филиппы, и Фессалоника потом в Новом Завете будут важны, потому что и филиппийцам, и фессалоникийцам Павел напишет послание. Но во втором мессенецком походе он пишет послание кому из жителей этих городов? Фессалоникийцам. Два послания фессалоникийцам. В Фессалонике христиане очень быстро понимают, что такое страдания, потому что их начинают преследовать, их начинают преследовать иудеи, используя для этого, в частности, как мы читали с вами, негодных людей. И два послания фессалоникийцам. Давайте вспомним коротко о чем они, какие вопросы, какие проблемы вставали в фессалоникийской церкви. Какие вопросы, какие проблемы вставали в фессалоникийской церкви? Некоторые шуршат мозгами, но можно, ладно, хорошо. Давайте, пожалуйста. После того, как Павел покинул фессалоникий, оставил там пресс-фитеров на церкви, на первых христиан в то время, значит, обрушились и продолжали обрушаться. Короче, короче, о чем все проблема? Проблема гонений. Да, проблема гонений. Христиане поколебались в своей вере, они не понимали, значит, стоит ли им действительно за Христа страдать, как они сейчас страдают. Вот, у них были сомнения по поводу того, что они умирают даже в преследованиях. Действительно, стоит ли это того? Христос так и не пришел. Да, Христос так и не приходит. А другие, короче, вроде как утверждают, вроде как он и пришел уже, но что польза от того, что он пришел? То есть, сомнения захлестнули в фессалоникийскую церковь. И мы говорили, что это церковь, которая прошла через, может быть, такой первый период, когда все здорово, такой романтический период, или, как я назвал, пионерский период. И когда приходит некоторое уныние, когда приходит сомнение, когда начинаются испытания, и вот пройти через все это церкви и каждому верующему человеку очень важно, потому что это, собственно, и есть составляющие духовного роста. Церковь через все это проходит, и каждый верующий человек через это проходит. И Павел, в частности, говорит в этих посланиях об эсхатологии, учении о будущем. Он рассказывает, как будет второе пришествие Христа, как это будет происходить. Он также говорит о том, как будет удален или убран тот, кто сейчас сдерживает это зло. И мы с вами говорили о тех двух, по крайней мере, вариантах ответа на вопрос, кто же это такой. Мы пришли, или я, по крайней мере, настаивал на том, что это церковь, что это будет взята церковь от земли. И тогда зло получит возможность распространяться куда больше, чем сейчас, что называется, в полную силу. А, соответственно, сегодня у церкви есть миссия в этом мире, миссия, данная Богом. Не только благовестия Евангелия, которая, конечно же, первоочередная миссия церкви, но и последствия этого сдерживания, удерживания того зла, которое в мире иначе может существовать. Ему существовало бы, да и существует. И вот из Фессалоники Павлу также приходится уйти. Его спутники некоторое время проводят в городе Верии. И мы говорили о том, как верийцы, жители этого города, прилежно изучают священное писание, как они проверяют по Библии, проверяют по Слову Божию все то, что говорит Павел. Павел проверяет, кстати говоря, по Ветхому Завету, потому что он аргументирует с ними из Ветхого Завета. А Новый Завет в это время еще только в стадии становления находится. Так это, чтобы не путали здесь, да, это и так понятно, но проговориться все равно, наверное, нужно. И приходит Павел уже один в центр интеллектуального творчества, скажем так, в центр интеллектуальной элиты Эллады, в город, пожалуйста, в город Афины. И он обращается в Орел Паге, обращается к философам, ну и просто к философствующим. И мы говорили об этой встрече в Афинах, об этой беседе в Афинах, как о примере перебрасывания мостиков. Павел обращается к совершенно иной культуре, но прежде чем говорить с этими людьми, он находит с ними точку соприкосновения. Он смотрит, как можно зацепиться, он смотрит вокруг, он видит вот этих самых идолы, и он видит жертвенник неведомому богу. Он понимает вот эту, ну можно сказать, набожность, понимает вот это желание Афинян угодить всем богам, дабы никто на них не прогневался. И именно с этого он начинает, он даже хвалит их за это желание. Но потом говорит, что ребят, вот вы конечно молодцы, но тот неведомый бог, которого вы не зная славите, которого вы не зная поклоняетесь, он ведь существенно отличается от всех остальных богов, он кардинально отличается. Если есть он, то другие боги на самом деле, или другие божества на самом деле уже не удел, они совершенно не нужны, потому что он творец всего, потому что он держит в своих руках все, потому что от одной крови сотворил он разные народы, и определил им и географические места для проживания, и время для проживания, но от одной крови. То есть, в общем-то, все народы едины перед ним, потому что он на протяжении какого-то и долгого времени позволял народам быть в неведении, но сейчас истина открылась в Иисусе Христе. И в какой момент проповедь апостола Павла представляла для Афинина особую трудность? В какой момент они перестали слушать, потому что это было уж очень радикально, уж очень революционно. О чем говорил Павел? О воскресении. О воскресении Христа. Афинине или слушатели Павла разделились на три группы, о которых говорит Лука в деяниях апостолов. Эти группы, как мы с вами отмечали, есть и сегодня. Какие это три группы? Насмешники. Дальше. Те, которые послушают позже. Те, которые послушают позже, может быть. И уверовавшие. И уверовавшие. Да, те, кто точно отвергают и насмехаются. Те, которые, по крайней мере, обещают послушать позже. Послушают или нет, это уже другой вопрос. И те, кто приняли Христа, те, кто уверовали. И вот мы понимаем, что всегда при нашем благовестии будут все эти три группы. Когда Иисус говорит о сеятеле, там даже не три, а четыре почвы. И мы отлично понимаем, что это неизбежная вещь. Но при этом мы продолжаем сеять. При этом мы продолжаем благовествовать. Вот апостол Павел в Афинах. Субтитры создавал DimaTorzok